Здравствуйте, уважаемые зрители канала Хобби Уральца. Сейчас очень популярная тема в интернете это посадка семян в скрутку или в улитку. Этим способом я тоже широко пользуюсь и хотел бы поговорить в данном видео о его плюсах и минусах. Первый и очевидный плюс это экономия пространства. Конечно у нас такая скруточка занимает гораздо меньше места, нежели вот такой лоток с помидорами, перцами и баклажанами. Второе, такой скруточкой можно воспользоваться, если у вас на данный момент нет в наличии земли, а семена уже садить пришло время. В-третьих, такая скруточка практически незаменима при посадке тех культур, которые не любят пересадку. Здесь они хорошо развиваются и высаживать их уже из такой улитки на постоянное место посадки очень просто. А теперь поговорим о явных минусах. Естественно, занимая небольшое пространство, у нас росточки находятся очень близко друг к другу. И рассада у нас достаточно быстро вытягивается. Все равно для каждого растения света не хватит. Поэтому обычные культуры, такие как томаты, перцы и баклажаны, которые достаточно спокойно переносят пересадку, мы выращиваем обычным способом. То есть в лоточках. И при достижении срока пикировки спокойно их пикируем. В данной скруточке у нас находится базилик. И так получилось, что на момент его посадки у нас просто не оказалось в наличии земли. Поэтому мы и воспользовались скруточкой. Посадили семечки на туалетную бумагу. Плюс базилик не очень хорошо переносит пересадку. Теперь настало время в эту скруточку добавить земли. Конечно же удобнее использовать для приготовления улитки вот такую подложку. Она более практична и держит очень хорошо форму, нежели обычный полиэтиленовый пакет. Итак, приступим к пересадке. Мы раскручиваем наш полиэтиленовый пакетик. Семена садились на обычную туалетную бумагу. И сейчас вот они уже хорошо практически все проклюнулись. И имеют вот такой вид. Так как базилик достаточно сложно переносит пересадку, мы не будем ничего переносить, а просто эту салфановую скруточку поместим на подложку. И теперь добавим земли. Итак, добавляем землю. При таком способе минимально травмируется растение. Фактически мы ни одно, ни один росточек не трогаем. Просто поверх туалетной бумаги накладываем ровным слоем землю. Так как у нас росточков не очень много, землю не надо экономить. Чем больше мы уложим слой земли, тем дальше друг от друга у нас в итоге будут располагаться растения. И при этом будут меньше вытягиваться. Можно садить семена на туалетную бумагу и сверху засыпать землей. Это сэкономит значительно ваше время. То есть вам придется садить всего лишь один раз. Для того, чтобы у нас земля не рассыпалась, мы из поливализатора немножко ее увлажним. Теперь она будет хорошо у нас держаться на подложке. Если у вас очень много семян, то эту операцию нужно будет разделить на части. То есть часть семян или ростков покрываете землей и скручиваете скруточку. Перемещаете все это снова на подносик и повторяете операцию. Теперь мы приступим к самой операции скручивания. Итак, наша скруточка готова. Лишнюю подложку мы обрежем. И снова нам пригодится резиночка, для того, чтобы подложка у нас не раскручивалась. Вот и все. Наш базилик благополучно пересажен. Рассмотрим способ посадки в улитку, сразу же применяя и туалетную бумагу, и землю. Для этого нам понадобится сама подложка. Расстилаем на нее туалетную бумагу. Чтобы у нас все хорошо держалось, нужно смочить туалетную бумагу. Теперь раскладываем аккуратно семена базилика. На туалетной бумаге их очень хорошо видно. Если что-то нам не понравится, мы их поправим. Так, часть семян мы посадили. Поправляем. От верхнего края семена нужно располагать примерно на расстоянии 1 см. Так, первую часть семян мы посеяли. Засыпаем их землей. Так, часть земли засыпали. Теперь смачиваем ее, чтобы она хорошо держалась у нас на подложке. Нам удобно было ее скручивать. Все, теперь аккуратно скручиваем. Так, теперь всю улиточку переносим в исходное состояние. И повторяем операцию. Необходимое количество семян мы посадили. Теперь обрезаем подложку. И скручиваем улиточку. Для того, чтобы она у нас не развернулась, мы используем обычную резинку. Высыпаем сверху еще землю, чтобы у нас получилась небольшая горка. Для дальнейшего прорастания мы будем использовать емкость, которую будем осуществлять полив, и обычный пакет. В такое приспособление мы устанавливаем нашу улитку и сверху закрываем пакетиком. Для герметичности просто его завязываем. Обязательно нужно периодически производить проветривание. При необходимости доливать в емкость воду, чтобы у нас было насыщение земли влагой. При появлении первых петелек пакет нужно будет убрать. Итак, наша улиточка готова. Всем рекомендую использовать этот способ посадки, а именно использовать его плюсы. Если понравилось видео, ставьте палец вверх, пишите обязательно комментарии, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новый видеоролик. И до новых встреч!